Добрый вечер на 12 канале Час новостей в студии Сергей Лесков в этом выпуске. Кровавая развязка девушки, не вернувшиеся из ночного заведения, найдены убитыми. Установлено, что в ходе возникшего конфликта мужчина причинил девушкам телесные повреждения, в результате которых обе скончались. Преступник задержан и дает показания. Готов руководить миллионным городом. Лично я вижу внедрение нормальной европейской цивилизаторской системы в нашу работу. Журналист 12 канала Владимир Казанин зарегистрирован кандидатом на пост мэра Омска. Солдаты из бессмертного полка. Мы ввиваем имя, фамилию и отчество, ищем их людей. В библиотеке Пушкина открылась приемная, где помогут найти информацию о фронтовиках. Памяти поэта посвящается. 12 канал покажет полную версию трехчасового концерта последнего шестидесятника Евгения Евтушенко. Подарили жизнь. Спасибо фонду и людям, которые мне помогают и поддерживают меня. Это все благодаря им. Юнамичка Дарья Романова поблагодарила всех, кто помог собрать деньги на дорогостоящую операцию. И новый главный тренер авангарда уже в Омске. Добро пожаловать в Омск. Добро пожаловать в Новангард. Андрей Скобелко начинает подготовку команды к новому сезону. Две амички, пропавшие после посещения одного из омских баров, найдены мертвыми. О раскрытии по горячим следам убийства сообщили сегодня в региональной полиции. Напомню, накануне родственник одной из пропавших девушек в социальных сетях просила помощи. Татьяна Евтушенко и Екатерина Горбунова перестали выходить на связь в ночь на 1 апреля. Перед этим они отмечали день рождения в увеселительном заведении. Сегодня в течение дня появлялись все новые подробности. В интернете пользователи и журналисты выдвигали разные версии случившегося. Но итог истории без преувеличения поверг в шок. Выяснилось, что незадолго до смерти девушки познакомились с мужчиной, который пригласил их продолжить вечеринку у себя дома. Сегодня тела амичек были найдены в гаражном кооперативе на окраине Омска. Что заставило амича жестоко расправиться с новыми знакомыми, Екатерина Булучевская рассказывает. И хотя жительницы Крутой Горки Татьяна Евтушенко и Екатерина Горбунова избегали шумных заведений, отметить день рождения решили в одном из самых скандально известных омских баров. Казалось, ничего не предвещало беды. Девушки веселились, танцевали, даже периодически звонили родным. Последний звонок, кстати, был сделан в 4 утра. Татьяна сообщила мужу, что все хорошо. Однако вместо того, чтобы вернуться домой, познакомились с соседом по танцполу. После все трое отправились в гости к новому знакомому. Все сразу же передали, конечно же, следствие, все ее записи, где там видно, как они выходят из бара, садятся в такси. У нас отдыхали, были даже, я бы сказал, в нормальном состоянии, спокойно ушли, конфликтов никаких внутри не было. То есть все, какие возможны материалы, все передали сразу же, то есть по запросу. Как выяснилось, уже сегодня автопати у 30-летнего мужчины завершилась ссорой. И это не первая перебранка в квартире любителя выпить, уверяют соседи. К слову, по данным некоторых СМИ, в 2014 году Роман Гладков уже проходил фигурантом по громкому делу о перестрелке в микрорайоне поселка Птицефабрика. А сегодня дебошир обвиняют в двойном убийстве. По предварительной версии, в порыве ярости мужчина сбросил девушек с балкона этого дома по улице Батумская. После перевез их тела на автомобиле в гараж своего отца, где закопал. Правда, следы замести не успел. У подъезда остались и машина, и пятна крови. Вот здесь вот пятнышко было маленькое, но они, видать, соскобилили его. Ну, я подумал, что собаки здесь бегают, собачья кровь. Потом до третьего подъезда дошел уже, там главный подошел, как он, опер или... Я из уголовного розыска подошел, говорит, ничего это, ни курки, ничего не было. Говорю, ничего не было, не видел. Я, говорю, бучки собрал, и все, окурки эти подмел, говорю, и все. И все на это. Убийство раскрыли по горячим следам. Пакеты с телами полицейские нашли в гаражном кооперативе. Подозреваемый подтвердил факт знакомства с пропавшими девушками, а также пояснил, что продолжил распивать напитки с ними у себя дома в ночное время. Установлено, что в ходе возникшего конфликта мужчина причинил девушкам телесные повреждения, в результате которых обе скончались. Сейчас подозреваемый задержан, с ним работают сотрудники полиции. А в интернете то и дело появляются все новые подробности, и часто со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Так некоторые СМИ сообщили, что мужчина вышел из себя, когда заметил, что одна из девушек украла у него деньги. Все версии следователи проверят. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». А меч может отправиться за решетку на 20 лет. В ближайшее время его заключат под стражу. Силовики уже подготовили соответствующее ходатайство. Вердикт о суда подозреваемый будет дожидаться, вероятно, в СИЗО. Екатерина Булучевская, Сергей Никифоров, 12 канал. Дороги рядом с Павлодаром затопило. Паводок в соседнем Казахстане набрал силу. Под водой оказалась трасса Майкайн-Баянаул. Она находится на границе с Омской областью. В ближайшее время большая вода может прийти в Омск. В общем, как сообщил глава регионального МЧС Владимир Корбут, спасатели ежедневно мониторят ситуацию, поэтому неожиданностью для специалистов МЧС паводок точно не станет. Населенные пункты, которые может подтопить, будут оперативно отправлять спасателей. Между тем стало известно, что бороться с паводком в Омской области будут спасатели со всей России. Федеральное ведомство направит в наш регион дополнительные силы для борьбы с большой водой. Также в Омск доставят моторные лодки, беспилотники, спасательное и инженерное оборудование. Всего на подмогу регионам, где прогнозируют особо мощный паводок, направят 400 спасателей. Продолжаем выпуск. Число претендующих на пост мэра увеличилось до 18. Сегодня среди тех, кто подал документы, и ведущий 12-го канала Владимир Казанин, автора программы «Правдом», не понаслышке знающего, с какими коммунальными проблемами сталкиваются жители Омска, и свои идеи по улучшению жизни горожан. Вот лично я вижу внедрение нормальной европейской цивилизаторской системы в нашу работу. То есть абсолютная открытость при проведении конкурсов, составление, наконец, списков подрядчиков добросовестных и недобросовестных. Конечно, это полная открытость в интернете. То есть мы до сих пор не знаем, какие торговые площадки, где они находятся, какие ларьки законно сносят, какие незаконно. Напомню, на выбор Омска заявились уже 18 человек. Документы пятерых кандидатов сейчас проверяются. Фамилии в городском совете пока не называют. Кстати, завтра, 4 апреля, последний день для подачи необходимых документов. Омские поисковики начали разыскивать погибших Великую Отечественную воинов в интернете. Сегодня в библиотеке имени Пушкина открылась общественная приемная акция «Бессмертный полк». Здесь члены поисковых отрядов помогают Омичам найти сведения об их близких, погибших в сражениях или пропавших без вести. Рассчитана приемная прежде всего на пожилых людей, которые не знают, на каких именно сайтах можно найти информацию о своих родных. Тему продолжит Мария Седнева. Омские поисковики род деятельности не меняют даже в отсутствии экспедиции. Сегодня, как и всегда, они ищут воинов, погибших во время Второй мировой. На этот раз в качестве основного инструмента – интернет. Мы помогаем найти людям, родственников, которые воевали. И используем для этого три сайта. То есть один из них – Дэй Мемориал. Мы ввиваем имя, фамилию и отчество, ищем их людей. Это помогает им, допустим, найти награды, кто не знал, где призывали, и место рождения, и боевой путь. Наталья Девяткина в общественную приемную «Бессмертного полка» пришла, чтобы найти информацию о двух своих родственниках. Дедушка Степан Новоселов служил 69-й стрелковой дивизии и погиб в ожесточенных боях под Севском. А вот о двоюродном дяде нет ничего. Ни место службы, ни звания. Из документов было лишь извещение о том, что он пропал без вести. Но с годами без вести пропало и само извещение. Есть фамилия на Стелле, которая в деревне, где он родился и жил до 18 лет. И более ничего. То есть о нем не значится даже в книге памяти, в отличие от деда. И печально то, что я не могу пока что данных найти никаких. Хотя я детские воспоминания помню, что извещение было о том, что он пропал без вести бабушки. Хотя ни одной фотографии ни дедушки, ни дяди не сохранилось в шествии Бессмертного полка, Наталья участвует каждый год. Говорит, пойдет и в этот раз, даже если сведения о них не найдутся. В общественной приемной своих родных ждут и сами участники Бессмертного полка. Вот эти фотографии распечатывали специально к шествию, к 70-летию Победы. После чего их сдали на склад и благополучно забыли. Конечно, 9 мая они не останутся без внимания. Фотографии всех героев пронесут волонтеры. Но все-таки хотелось, чтобы это сделали родные люди, если им дорога память о своих близких. Узнать о своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, в общественной приемной можно в будни с 15 до 19 часов. И здесь же можно забрать фотографии ветеранов, чтобы в день Великой Победы они снова встали в строй Бессмертного полка. Мария Сенева, Александр Саражин, 12 канал. Зеленый свет народным инициативам. Виктор Назаров провел личный прием граждан. Руководитель театра МОД «Образ» Светлана Кашуба обратилась к губернатору с просьбой помочь в решении организационных и финансовых проблем. Труп подает 4 спектакля в год, но актеры говорят, могут выступать и чаще. Губернатор поручил региональному Минкульту предоставить театру площадку на льготных условиях. Также глава региона одобрил идею проведения акции «Техника и добро». Ее озвучила руководитель Омского IT-сообщества Ольга Крым. Суть акции в том, чтобы владельцы передавали нуждающимся технику, которой сами не пользуются. Губернатору эта акция очень понравилась. Он сказал, что он будет сам одним из первых жертвователей и дарителей в рамках этой акции. С удовольствием примет в нее участие и с удовольствием поддержит такое хорошее начинание. Тем более, что, вообще-то говоря, эта идея родилась несколько лет назад в Омске. Она была реализована нашими мечами в Москве. Там сейчас опробовали. И теперь мы считаем, что было бы очень справедливо вернуть на родину. Организаторы планируют запустить акцию уже в мае. По словам Ольги Крыма, осталось только открыть сайт проекта и начать прием техники. Помещение для сбора электронных устройств губернатор поручил предоставить и оборудовать. Похороны поэта Евгения Евтушенко состоятся не раньше 7 апреля. Об этом со ссылкой на друга семьи Михаила Маргулиса сообщает ТАСС. Процедура получения необходимых документов от властей штата Оклахома, где последние годы жил и где скончался поэт, затягивается. Напомню, Евгений Евтушенко ушел на 85-м году жизни. Он автор более чем 150 книг, которые переведены на многие языки мира. В социальных сетях сейчас бум цитирования Евтушенко. Пользователи вспоминают популярные и не очень стихи последнего шестидесятника и выражают соболезнования. Телеграмму в адрес семьи поэта отправил омский губернатор Виктор Назаров. В 2015-м Евгений Евтушенко в последний раз побывал в Омске. Свой творческий вечер поэт в России. Больше чем поэт, он начал с чтения стихов омских авторов. Леонида Мартынова, Аркадия Кутилова, Павла Васильева. Наталья Бельская продолжит. Больше света с этой просьбы теплым июньским вечером Евгений Евтушенко начал концерт в Омском музыкальном театре. Поэт-легенда, лично знавший и общавшийся с Пикассо, Никсоном, Жаклин Кеннеди и Мэрилен Монро. Один из самых знаменитых писателей не только в России, но и во всем мире. Ему было важно видеть глаза и лица своих слушателей, чтобы понять, найдет ли отклик в их сердцах. Ваш город я обожаю хотя бы за то, что в нем с детских лет для меня живут тени его замечательных поэтов. И я начну с них, выражая мою благодарность вашему городу, родителю стольких замечательных стихов. Стихи омских поэтов Мартынова, Васильева, Кутилова, произведения «Шестидесятников» и самого Евтушенко. Казалось, поэт хочет провести слушателей по целой эпохе, с которой неразрывно связана его жизнь. Исключенный из школы, из литературного института имени Горького. В 52-м году он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. Дважды номинант на Нобелевскую премию. Это ему принадлежат ставшие крылатыми слова. Поэт в России больше, чем поэт. Может быть, поэтому в эфире «Звездного полдня» на 12-м канале телезрители спрашивали Евтушенко обо всем. О политике, этике и, конечно, литературе. Например, Евгений Евтушенко рассказал о реакции на «Киоск звукозаписи» – первое стихотворение памяти Владимира Высоцкого. Главный центр Советского Союза товарищ Романов остановился, остановил это стихотворение. И я имел с ним неудовольствие беседовать по телефону, чего он вообще обычно избегал. Это не было принято. Но в данном случае он хотел меня убедить и сказать, Евгений Александрович, я просто не понимаю вас. «Киоскский же будет забыт через какое-то быстрое время. Пару месяцев он будет забыт и вычеркнуть. Вот что бы он, интересно, сказал бы сегодня». Евгений Евтушенко умер тихо во сне. Первого апреля поэта не стало, но остались его стихи. Вот они так громко во весь голос и сегодня рассказывают нам, чем жил, чем дышал, как страдал и за что боролся великий русский поэт. «Я вспоминаю этот год, я вспоминаю этот мед, тот мед тогда, как будто сам по этим, этим тек усам, с них никогда он не сотрет. Прилипший к ним навеки мед». И смотрите во второй части выпуска. «Подарили жизнь». «Спасибо фонду и людям, которые мне помогают и поддерживают меня, это все благодаря им». Юнамичка Дарья Романова поблагодарила всех, кто помог собрать деньги на дорогостоящую операцию. Камера-мотор «Стоп» снята в Омске, снимают полнометражный художественный фильм, о чем он и когда премьера. И бесплатная кормушка пользователей соцсетей возмутила видео, на котором голуби топчутся по открытым коробкам с печеньем. «Под звездным небом» или «Шопот звезд» в Омске снимают полнометражный художественный фильм. По сценарию главный герой теряет в автокатастрофе с женом, после впадает в депрессию, перестает спать и устраивается работать в ночной такси. В протяжении всего фильма он встречается с абсолютно разными людьми, некоторые из них в этом мире, некоторые по ту сторону. Все персонажи помогают герою выйти из депрессии и обрести смысл жизни. Режиссер Денис Павленко, в его фильмографии это уже 11-я картина. В прошлом к участию в своих проектах ему удавалось привлечь звезд российского кино, таких как актриса Екатерина Шпицца и режиссер Николай Лебедев, приезжавших в Омск на фестиваль движения. Возможно и в этом фильме о мечам, о своих тайнах с экрана будут шептать настоящие звезды. В общем, снимаем сейчас сцену монолога главного героя. Давайте вы внимательно слушаете и кивайте в определенный момент. Я хотел бы, чтобы люди поняли, что не у всех, даже несмотря на проблемы, надо как-то продолжать жить дальше, преодолевать их, не бросать ничего. Если они чувствуют, что это дело их и оно не получается, все равно надо попробовать еще раз. Но если не получится, всегда можно сказать, что я, по крайней мере, попробовал. Я так делаю постоянно. Мы сейчас будем, ребята, снимать фильм. Говорят, а у нас получится. Ну, мы будем всячески стараться, чтобы получился. Но если не получится, мы хотя бы попробовали. Впереди у режиссера омских актеров еще 25 съемочных дней. В творческих планах снять настоящие экшн-сцены, например, с автокатастрофы. Производство фильма завершат в июне. Его покажут на экранах «Вавилона» и «Дома кино», после чего разместят в интернете для бесплатного просмотра. И каждый из вас происходит через прошлое. История чудесного исцеления. Жительница Омска Светлана Романова обратилась ко всем неравнодушным людям, которые помогли спасти жизнь ее единственной дочери. Три года назад тогда еще 14-летней девочке врачи поставили страшный диагноз – рак печени. Озвучили прогноз, который поверг в шок семью Романовых. Жить до этого момента абсолютно здоровому ребенку осталось всего несколько месяцев. Однако Даша смогла победить смертельную болезнь. Чего это стоило, Юлия Кавышина встретилась с Дарьей и ее мамой. Сейчас по этой обаятельной стройной девушке вряд ли можно догадаться, что ей пришлось пережить. От сверстника в 17-летнюю Дашу отличает, быть может, взгляд – взрослой и вдумчивой. Три года назад обычная здоровая девочка, которая занималась спортом, хорошо училась, вдруг оказалась в инвалидном кресле. Это внезапно. Ее просто стало тошнить. Я забеспокоилась, что это неправильное питание, и повела ее к гастроэнтерологу перед этим на абдоминальные УЗИ, чтобы объяснили ребенку, что фастфуд вреден. Пришли, нам сделали УЗИ и сказали, что у Даши 17 сантиметров опухоль на печени. Рак печени в столь юном возрасте. Случай Даши – прецедент даже для немецкого хирурга с мировым именем, который взялся за лечение девочки, несмотря на то, что шансы на ее выздоровление были ничтожно малы. За три года Даша пережила шесть сложнейших операций, после каждой – мучительные периоды восстановления. На лечение понадобилась внушительная сумма. В общей сложности – 26 миллионов рублей. Деньги для Даши собирали не только амичи, но и жители других городов. Я не за подарок благодарю. Я благодарю за спасение жизни моей единственной дочери, горячо любимой, на которой весь мой мир завязан. Очень трудно выразить степень моей благодарности. Семья Романовых пользуется любой возможностью, чтобы сказать спасибо всем, кто помог в беде. Слова благодарности Светлана направила и в адрес радио «Вера». Об этом рассказал продюсер федеральной радиостанции, который прилетал в Омск накануне и стал гостем программы «Тот еще вечер». Буквально сегодня из Омска пришло письмо от женщины, которая узнала, что я здесь, и написала благодарность, что благодаря нашей поддержке некоторое время назад ее дочь получила помощь и операцию за границей провели. К слову, продюсер радио «Вера» пригласил участвовать в проекте «Дело дня» благотворительной некоммерческой организации из Омска. Информацию в эфире радиостанции, вещающей в более чем 13 городах России, они могут размещать безвозмездно, чтобы таких счастливых историй, как история Даши Романовой, было больше. Спасибо фонду и людям, которые мне помогают и поддерживают меня. Это все благодаря им. О чем мечтаешь сейчас? О чем я мечтаю? В первую очередь, это полностью восстановиться. Но сейчас, за весь период болезни, это самое лучшее состояние мое. Я сейчас снова потихоньку начинаю фотографировать, что-то делать, и у меня сейчас жизнь такая уже. Не то, что это не плотное лежание в больнице, а уже движуха какая-то присутствует интересная. Сейчас Даша готовится к выпускным экзаменам. В дальнейшем планирует учиться на социального педагога. Правда, поступление в ВУЗ придется отложить на год. Необходим курс восстановительной терапии. И еще больше 6 миллионов рублей. Для того, чтобы болезнь гарантированно не вернулась. На сайте благотворительного фонда «Жизнь как чудо» можно найти подробную информацию о Даши Романовой и о том, как помочь девушке сделать последний шаг в борьбе с раком. Юлия Ковыршина, Сергей Гаев, 12 канал. В эту субботу в Омск придет настоящая весна. 8 апреля в парке 30-летия ВЛКСМ Амичи будут праздновать Тюркский Новый год. В нашем городе Ноурыс отметят уже в третий раз. В прошлом году на массовые гуляния пришли больше 10 тысяч человек. Парк 30-летия ВЛКСМ поделят на зоны. Гостей будут угощать национальными блюдами и знакомить с традиционными играми. Парки для этого и существуют, они для этого и сформированы. Чтобы наши горожане там отдыхали и получали целый комплекс услуг. Независимо праздник этот зимой или летом. Почему? Потому что у нас есть все для этого технические возможности. И мы их постараемся в этот праздник продемонстрировать. Но в первую очередь мы, конечно, взяли на себя, это совместный проект, как уже сказали, мы взяли на себя всю техническую сторону. То бишь это предоставление всевозможных технических возможностей нашей сцены, звука. Действительно, город Омск, он богат на яркие, в том числе и на праздничные события. Но я думаю, что вот Навруз, праздник, который уже третий год будет проводиться на территории города Омска, он выделяется именно, ну, во-первых, массовостью, красочностью, национальным колоритом. Ну и очень важно, что очень большой круг соорганизаторов при подготовке этого праздника. Организацию праздника на себя взяли мэрия и национальное объединение города. Для охраны, чьей привлекут силы полиции, казаков, волонтеров и дружинников. Во время народных гуляний гостей попросят отказаться от употребления спиртного. На праздник приглашают всех жителей и гостей города, независимо от национальности. Организаторы ожидают, что парк 30-летия ВЛКСМ 8 апреля посетят около 12 тысяч человек. Торжества будут длиться с 12 до 17 часов. В этот день, к слову, также будут работать аттракционы. А сейчас время новостей спорта. Я приветствую студию Алексея Дарива. Алексей, привет. Привет, Сергей. Алексей, на этой неделе в КХЛ стартует финал розыгрыша Кубка Гагарина, но Авангард, наверное, уже в отпуске. Нет, уже только начало апреля, в отпуск рано. Но просто пока питерцы и магнитогорцы, например, готовятся к решающим баталиям за почетные трофеи, Авангард уже начинает подготовку к будущему сезону. Подробности через несколько секунд. Подготовку к новому сезону «Омский Авангард» начнет уже сегодня. Об этом новый главный тренер команды Андрей Скобелко заявил по прилету в Омск. В аэропорту его встречали журналисты. Там же произошло символическое вступление в клуб. Добро пожаловать в Омск. Добро пожаловать в Авангард. В интервью Андрей Скобелко отметил, что уже с сегодняшнего дня хоккеистов ждет общий сбор. Совместные тренировки продлятся почти три недели. По их итогам главный тренер планирует определиться с составом команды на предсезонку. В это же время назовут именно тех, кто войдет и в тренерский штаб. «Первая очередная, во-первых, познакомиться с ребятами, если так уже серьезно, да, то есть, ну, вообще, вникнуть в структуру клуба, познакомиться с работниками, с клубами, с хоккеистами, с ребятами, с персоналом, ну и провести, в общем-то, такой трехнедельный сбор. В начале первой недели мы будем приниматься все вместе, да, все ребята, которые приехали, ну, а дальше уже посмотрим, кого-то, может, где-то особо один, есть ребята, кто постарше. Нам сейчас намного важнее посмотреть молодых ребят, которые, ближайший, скажем так, резерв, да, и которые мы будем планировать в следующем году уже на предсезонный сбор. И в продолжение хоккейной темы. Титан отправится покорять Сочи. Эта хоккейная команда стала победителем региональной ночной лиги. Решающая встреча, которая и определила судьбу золотых медалей, прошла в эти выходные. Главным соперником победителей прошлого сезона стали новички. Хоккейная команда «Колчак», которая по итогу 13 игр одержала победы во всех матчах. Впрочем, заполучить путевку в Олимпийскую столицу новичкам не удалось. Итог встречи 4-0, и в Сочи вновь отправляется Титан. По подбору игроков, по мастерству, очень хорошие. Вы сами видели, как бы, вот, финальную игру, то, что все старались, отдались этой игре. Ну, а по игре сказать, что не получилось, ну, это хоккей. Здесь кто-то выиграет, кто-то проигрывает, но сегодня Титан был сильнее нас просто. И, как бы, я тогда пожелаю ему удачи и хорошо защитить нашу область. Игра тяжелая, напряженная, учитывая то, что мы первую игру проиграли, с минимальным преимуществом. Но сегодня собрались и сделали свое дело. Финал отборочного тура завершен, но для победителей все только начинается. В мае они отправятся в Олимпийскую столицу бороться за кубок Владимира Крутова. Финал Всероссийского фестиваля пройдет с 3 по 10 мая на стадионах Сочи. И последнее. Помощник главного тренера финского клуба второй лиги СПО Райма Суманин, известный тем, что долгое время возглавлял Омский авангард, был вызван в полицию для дачи показаний по обвинению в оскорблении соперников. Инцидент произошел 22 марта во время матча четвертьфинальной серии плей-офф с командой Коккола. Суманин назвал тренера соперников педофилом. После этого финская лига дисквалифицировала Нистова Райма на 5 матчей. Кроме того, он должен выплатить штраф 4000 евро. И это все, о чем я успеваю рассказать. До встречи завтра. Любите спорт. Спасибо, Алексей. Это были новости спорта от Алексея Дарьева. И еще на околоспортивную тему. После капитального ремонта открылся спортивный клуб «Азарт». Теперь это современный оздоровительный комплекс, единственный в Амуре с большими возможностями. Потренироваться с гантелями или принять водные процедуры можно в любое удобное время. Подробности в нашем сюжете. Для Дениса Карпова вечерние тренировки – это и отдых, и забота о здоровье. В «Азарт» он приходит регулярно, почти каждый день. Зал просторный, здесь свежо, недушно. Хорошая атмосфера. Всегда приятная музыка. Приятные люди. После реконструкции площадь клуба в залах на двух уровнях увеличилась до 900 квадратных метров. Стало значительно больше тренажеров на все группы мышц. Много у нас профессиональных тренажеров. Это силовые грузоблочные тренажеры. Это большая зона свободных весов и различное другое оборудование. Есть у нас отдельно выделенная зона кроссфита. Это сейчас модное популярное направление в фитнесе. По этой программе наши тренеры занимаются как со взрослыми, так и с детьми. В этом спортивном клубе большой популярностью пользуются групповые занятия, которых в «Азарте» более 20 направлений. В том числе проводятся занятия по уникальной программе «Антигравити» – фитнес в гамаках. Привычка тренироваться уже помогла многим посетителям сбросить лишний вес. Вот уже в четвертый раз здесь стартует проект «Худей за 100 дней». Под руководством профессиональных тренеров о мячам удается изменить не только свой внешний вид, но и почувствовать себя моложе. Алена Гучина, Александр Саражин, 12 канал. И последнее печенье с сюрприза. На одном из омских рынков покупатели стали свидетелями того, как в отсутствие продавца на открытой коробке со сладостями напали птицы. Видео сейчас активно обсуждают пользователи в интернете. На кадрах голуби, которые не только клюют лакомство, но и спокойно топчутся по ним. Сладостями птицы наслаждались около получаса. Свидетель происходящего возвращался к лотку несколько раз. Однако ни продавец, ни хозяин точки так и не появились, а голуби, в свою очередь, позвали на десерты своих сородичей. Что происходило дальше, осталось за кадром. Вероятно, кто-то в этот день все-таки купил лакомство с сюрпризом. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Впереди еще прогноз погоды. Реклама будет короткой. Омск Сайдинг Инвест. Измерьте толщину. Не дайте себя обмануть. Евроокно Стандарт. Окна для вашего дома. 700-007. Скажите, а где тот салон красоты? Точно справок не дает? Точно! Два ГИС покажет не только адрес организации, но и вход. Детальные информации о городе. Скачайте бесплатно. Два ГИС, если быть точным. Работает офлайн. Девушка, а вам точно охрана не нужна? Сеть производственных хозяйств ООО «Птицевод» представляет 4 обособленных подразделения, расположенных в Щербакульском, Исселькульском, Одесском и Калачинском районах Омской области. Основные направления деятельности. Разведение сельскохозяйственной птицы. Реализация инкубационного яйца, бройлера, утки, индоутки, гуся, индюка. Реализация суточного и подрощенного молодняка. Производство экологически чистого мяса. Вся продукция ООО «Птицевод» является экологически чистой. Телефон 948-710. За что мы любим низкоцен? Да вы только посмотрите на их цены! Тушка бройлера 92 рубля за килограмм. Гречка у велка 400 грамм 39,90. Чай Липтон 25 пакетиков 49,90. Низкоцен Базова наш любимый магазин! О погоде завтра 4 апреля по области в Омске пасмурно-снег. Температура воздуха в районах ночные часы 5 градусов со знаком минус, днем до нуля градусов. В Омске ночью минус 2, минус 5, днем до 6 градусов холода. Ветер западный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Таковы новости. Всего доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok